Всем привет! С вами Ольга Чернова, все так же 21 марта, но все кардинально изменилось. Я вот утром была в этой теплице, когда вам говорила, что буду доделывать лунки сегодня. Вот сейчас перед тем, как убежать домой из-за того, что здесь жара несусветная, у меня даже голова кружится, я хочу вам рассказать, какие сорта я делаю инсценировку высадки. Их можно было бы хоть сейчас высаживать, если бы не впереди вот этот трехдневный фронт холодный, похолодание. Я сейчас расскажу о ситуации на сегодняшний день. Вот сегодня я говорила, что за бортом было минус 5, здесь всего 2 градуса. И я, как высказывала тревогу, как бы они у меня не замерзли, что не все пережили хорошо вот эту ночь в 2 градуса. Через 2 часа ситуация кардинально поменялась. Я пришла, когда уже делать сюда лунки, тут уже около 30 градусов. Вот сейчас я сижу, пот льется ручьем по спине, по лицу. В такую погоду, конечно, вот при такой температуре приходится и голову смачивать, и умываться несколько раз. Форточка открыта, настишь, но это не помогает, потому что солнце... Я когда говорила про недостатки поликарбонатовых в теплице, вот один из недостатков, это как только солнце скрывается, моментально температура падает в теплице. Как только солнце появляется, моментально устанавливается очень высокая температура. Вот сейчас на градусники смотрела, 40 за 40. Но это значит здесь 35, потому что она немножко на солнцепёке. Если бы прикрыть листочком, градусов 35. Ну, по себе я чувствую, что выше 30 очень сложно. И эта вот погода для томатов самая такая, как бы, не то что нежелательная, а самая сложная. Представьте, ночью такой холод, здесь опускается почти до нуля, а днём выше 30. Ночью опять будет сегодня градусов 5, наверное, здесь. А завтра плюс 7 передают вообще у нас на улице, значит, будет здесь опять выше 30. Ну, для томатов это, конечно, сложно. Я сейчас расскажу, как я делаю лунки, потому что обещала и назову, какие сорта. Я вот лунки сделала прям с точностью, с полосками, всё намерила. И расскажу вам, что разное количество. Вот там первый ряд, я уже говорила, там будут именно те, которые морозоустойчивые, которые не боятся холода, которые низкорослые. Они не будут давать тень на эти томаты, которые быстро-быстро дадут урожай. И кому интересно, вот весь список. Но я ещё не дописала. Короче, здесь будут спиридон, москвич, или нет, буян красный, буян жёлтый. Несмотря на то, что он погрустнел у нас, буян при 2 градусах. Сейчас ничего, ему, наверное, стало неудобно перед другими. Видите, встрепенулся, опять встал. Возьмём его тоже в крайний ряд. На линию фронта. Штамбовый засолочный, кемеровский, ранний 83, ультраскороспелый, сибирский скороспелый, демидов, янтарный, малиновая ляна, чудо лентяя. Сразу скажу, что из них, так, 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 ранний 83, и ультраскороспелый, и сибирский скороспелый, и малиновая ляна, это не штамбовые, не толстоногие. Вот он, видите, вот этот скороспелый. Но так, как они сорта скороспелые и низкорослые, я их тоже сюда взяла. Вы, наверное, видите, по какому принципу я их отбирала. Высота у всех 40, 50, 40, 45, 40, 45, 50, 60, 40, 50, 50, 50. Они все должны быть одной высоты, невысокие. Раз они невысокие, значит, у них очень быстро формируется куст, из-за чего вот эти вот такие детерминатные, штамбовые, у них вот эти достоинства, что они быстро вызревают. У них куст невысокий, он формируется быстро, сразу начинается налив плодов, и сразу тут же начинается созревание. Ой, под глаза застилает, не могу ничего сделать. И вот смотрите, у всех у них 90, у каких-то 90, у каких-то 85 даже дней, но есть тут вот не 2-3, у которых 100 дней. Но это я спело, рассказываю вам, что не все они ультраскороспелые, есть просто ранние, но вот этот будет ряд. Вот у меня мерная линейка, которой я пользуюсь, каждый год себе делаю. И смотрите, как я нарезаю лунки. Я, короче, почитала комментарии зрителей, которые меня успокоили. Ничего страшного, все войдет, и я войду. И я не стала бояться, решила забыть, что здесь у меня уложен кабель, так, для обогрева грунта. Я же все боялась. Я залезла туда вся, и начала делать так же, как я делала во все эти годы. Вот у этих, у низкорослых, вот у толстоногих, у меня 30 сантиметров от корня до корня. Делаю углубление. Дальше ложу опять 30 сантиметров от корня до корня. И начинаю вот такие вот штучки. Раз, раз, раз. Здесь вот во всей длине будет 22 лунки. То есть я высажу в этом году 22 разных сорта, потому что у меня добавились вот тут чудо лентяя, янтарный, еще там какой-то, ну, который я до этого не знала. Камера. Сейчас обожгу себя по камеру, она нагрелась, и так еще солнце греет. Короче, 22 лунки. Вот этот ряд уже будет у меня другие. Они будут тоже невысокорослые, но они будут почти все детерминатные. Такие, как Настенька, такие, как, например, тут может быть у меня любимый праздник. Он метр двадцать, метр пятьдесят. Он тоже невысокий в пол высоты теплицы. Но тут я уже им нарезаю по 40 сантиметров. Эту же линейку ставлю 40 от корня до корня. Дальше ставлю 40. И вот так я иду, делаю шаги в 40 сантиметров. И делаю просто чуть на метки, чтобы видно было, где у меня лунки. Смочила, чтобы они не обсыпались. И этих будет меньше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Этих будет всего 16. И вы видите, что в зависимости от сорта, что самое главное я хотела донести, донести, в зависимости от характеристик сорта увеличивается расстояние между лунками и увеличивается количество вот этих вот томатов. Если здесь у нас войдут 22 лунки, потому что эти все сорта, они штамбовые, они позволяют себя загущенно выращивать, это расстояние для них нормальное, то вот эти уже будут через 40 сантиметров. Ну а на эту сторону я в первую очередь буду же высаживать вот эти, а здесь будут у нас неженки такие, которые высокорослые. Тут они будут у меня через 50 сантиметров. Эту буду я через неделю только разрабатывать. Сначала с этой закончу. Невозможно, что вся стопотов, короче, сегодня пролила я здесь. Утром боялась, что томаты замерзнут. Теперь они от жары. Теперь думаю, чем бы их прикрыть от жары, они уже начинают листики вот так опадать. Ну, представьте, 30 с лишним. И настиж не откроешь ничего, потому что я вся мокрая, можно же простыть, там все-таки и снег, и весна. Вот, я обещала рассказать, какие сорта будут у меня вот здесь. Все я перечислила. Это именно те, которые 40-45 в высоту. Опять же, еще раз напомню, что многие огородники высаживают в теплице только индетерминантные, но у меня вот эта теплица специально для получения раннего урожая. С индетерминантных сортов ранний урожай невозможно получить, их все равно ждать нужно дольше. Поэтому я вот эту вот грядку отдаю под вот такие низкорослые, которые дадут мне первый урожай. Умираю с жары, все пошло домой, я как в пустыне, с меня льет пот, я пить хочу. Но вот как работать в таких условиях? Это невозможно. С утра еще поработала, а все, сейчас я не могу, у меня голова кружится. Окончание видео снимаю уже в домашних условиях, потому что в теплице уже даже говорить было невозможно. Вот эти сорта, которые я буду высаживать в первую очередь, они у меня были посеяны специально для получения суперраннего урожая, именно для теплицы с двойным подогревом. Я вот уже называла буян и так, так. Вот они, один лоточек, вот это второй лоточек. С другой стороны, с левой стороны, у меня уже будут высажены те сорта, которые крупноплодные, которые индетерминатные. Батяня, Пудовик, Розовый мед, Чудо земли, Любимый праздник, Вова Путин, Сибирский изобильный, Дилиша, Сорлиное сердце, Крымский черный король Лондон, и Русский богатырь. Это у меня тоже, видите, написано, высокорослые. Это тоже для теплицы, написано, что не для суперраннего урожая. Это массовый посев для данных условий, для обогреваемой теплицы. То есть, с них будут не первые томаты. Первые томаты будут, конечно, с низкорослых, но эти тоже будут намного раньше, чем в холодной теплице и чем в открытом грунте. Все. Ну, конечно, я надолго оттягивать высадку этих томатов тоже не буду, потому что рассада уже взрослая. 28-29 высаживаю низкорослых, толстоногих, и дня через 2-3 высаживаю вот этих вот великанов. Субтитры создавал DimaTorzok